Я скажу, здравствуйте, где мой офис? Ты его так легко отпускаешь! А все номера такие? Или только мне такой попался? Я думала, какой тебе попался. Через год будет 10 лет. 9? Шел у Боб, положил моих мальчиков лицами в пол. Это наш маски-шоу с пулеметами и автоматами. О, рассвет! И там чайка еще сирнула. Я говорю, а вы тут коней наших не видели? А мы так... Дау. Вот за шо моему мужу такая жена? Но ведь мог бы просто... Мог бы ж найти себе нормальную. Привет. Так, друзья, всем привет. Это программа «Время печаль», шестой выпуск. Сегодня у нас в гостях Юлия, фея Турдома. Организатор крутых поездок, инстаблогер и просто хороший человек. Привет, Юлия. Привет. Сразу давай первый вопросик. Ты организовываешь поездки. Сколько лет ты уже этим занимаешься? С 12 февраля 2012 года. Ты готовилась? Не, я недавно буквально вспоминала. Типа, когда это произошло, там же просто такая история, это бешеная предшествовала. Историю. Отделенность от школа от всех? От фирмы. Твоя работа у нас. Слушай, меня занесло вообще случайно, совершенно просто случайно. Ну вот, когда человек находится в поиске работы, он себя ищет, в принципе, вот везде. Не знаю, чем заниматься. И тут, бац, мне попадается объявление, нужен менеджер по туризму. Я такая, а, без опыта работы. Так это ж я. Берите меня. И я прикос, что я увольнялась с предыдущей работы. И я, знаешь, как в американских фильмах, я пришла со своей котомкой. У меня там был цветок, там какие-то документы. Я такая, прихожу, здравствуйте, где мой офис? А дядя сидит на меня, смотрит. Типа, а шо, а шо, а ты кто? Я говорю, так я работать у вас буду. Ну, и вот меня взяли. И я там проработала 7 месяцев. Я просто сидела у себя в кабинете. У меня был ноутбук, интернет. И у меня не было обязанностей. От слова совсем. Вообще ничем мне надо было заниматься. А денег давали? Да. Прикинь, короче, мне платили просто за то, что я приходила с 9 до 5 каждый день в офис. Ну, офис это была квартира. У нас там на 2-й Слободской, только ближе к Адмиральской. Вот в ту сторону. Я, так знаешь, первые несколько дней задавалась вопросом. Типа, может мне поделать что-то надо? Он такой, ну, кофе там сделай. Я, окей. Говорит, ну там на кухне протри. Ну, ладно. А по туризму там, может, что? Он такой, ну, читай, сиди. В общем, учись, у тебя шепота нет. Я, ладно. И так вот 7 месяцев я там просидела. Первые там пару месяцев просто лофа. Бабки платят, ничего делать не надо. Ну, вопросы возникали, что я здесь делаю. Вообще, что-то за контора-то такая прекрасная. Ну, она там лицензирована с документами прям была. А потом я вот это вот всё время посвятила изучению вопроса туризма в Украине. А как это вообще всё происходит? А что такое туризм в целом? То есть оказалось, что мои детские путешествия вот с одной улицы, когда я сбегала с дома там на соседнюю, это не путешествия. То есть это совсем был не туризм. Вот. И я так вся такая, всё начиталась. Мне казалось, что я уже прям так всё знаю. Думаю, давай-ка я попробую что-нибудь организовать. И я к шефу шефу говорю, я тут это, буду туризмом заниматься. Он такой говорит, ну, супер, поощряю, давай. Я собираю группу, первую группу во Львов. Везу народ. Там много у меня было ошибок. Была просто ошибка на ошибке. Но тем не менее, то есть был у меня такой старт. Это был как раз где-то одиннадцатый год. В одиннадцатом году, короче. Я вот одну группу свозила, поняла, блин, это так сложно. Это так тяжело. А что у них столько мнений у всех? А что они лучше знают все, как надо делать, чем я? А как это у нас, оказывается, хостел там в одной стороне находится, а до объекта, до какого я там маршрут себе, слышишь, прописывала по гугл-картам, типа там показывала, что пять минут у тебя оказалось полтора часа. Я такая, когда? Почему так происходит? Ну, в общем, я помню, приехала, ну, группу свозила, приехала, отдаю шефу деньги, он типа молодец, классно, да, он мне там мои пятнадцать процентов, там, или сколько ты, типа, заработала, круто. А потом какой-то прекрасный день, пришел у Боб, положил моих мальчиков лицами в пол, это, знаешь, маски-шоу с пулеметами-автоматами, там вскрывается сейф, там, едятся документы. А я со своим кофе выхожу, стою так в дверном проеме, просто смотрю за этим всем. А? И там ко мне подходят, помню, один от Тубоповец говорит, а вы тут что делаете? Я туризмом занимаюсь. Он такой, туризмом? Я говорю, да. Он такой, а о том, что они там? И не, 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 они тут туризмом. Вот. Ну, и, собственно, с этого момента пришлось отделиться и решать как-то все дальше всего. По результатам розыгрыша, который мы проводили с Аленой, вот это винишко получает Дмитрий Олейник за свой комментарий. А насчет призов от Патрика, еще немножечко покомментируйте, и в следующем выпуске мы объявим победителя. Я так четко запомнила эту дату, 12 февраля 2012 года. То есть через год будет 10 лет? 9. Ну, 12-й год, а сейчас 21-й. Через год будет 22-й. Ну да, да, ну да. И математик с меня не очень. Ты считала, когда-нибудь вообще, сколько ты туров провела за это время? Нет, у меня, нет, я не люблю цифры, страшно. Я очень могу натупить там вообще себе в минус. Геодически. Хорошо, куда ездить? Давай чай сначала? Давай. Чокнемся? Так, давай чокнемся и жабу польем, да? Ну, можно поль. Я польел уже, но можно еще. А я тоже хочу, можно? А можно эту новую поль? Легко. Куда ездили или ездили? Куда ездите вообще? Ну, сейчас мне интереснее работать в направлении западной Украины. Это Карпаты, Прикарпатия, Закарпатия. Ну, потому что я люблю горы и я вообще, мне кажется, себя нашла вот в этой истории с походами. А радиальные походы, такого прогулочного темпа, прикинь, без рюкзаков, да, вот в легкой одежде. Такой себе хоп-хоп походил по тропкам, погулял и вышел реально высоко, там, на перевал на какой-то. Постал, посмотрел, блин, красиво, подышал, пофоткался. Все, там, какие-то байки, там, народу рассказал все. Классно. Вот, еще по дороге на скубли, там, трав, грибов, ягод. Ну, еще четко. И не надо вот это вот себя изматывать с палатками, там, покорять Авересты. Как, знаешь, там некоторые, вот, ну, это опять, у кого душа лежит, пожалуйста. Я на износ не люблю. Я была, сколько, три раза, ну, два раза так вот до конца на Попыване Черногорском. Это такая, вообще, вторая, там, по сложности, можно сказать, гора нашего Черногорского хребта. Хотя это не точно. Вот, но у нас маршрут по времени занимал целый световой день. Двадцать, сколько мы засекали, там, что-то порядка двадцати пяти, двадцати шести километров за день. Я так вот, знаешь, была молодая, разок на это повелась, потом еще разок, и потом я сказала, на этом все. Хватит, это сложно. Вот. А, ну, с Карпатами работаю, с Гуцулами я с ними уже так сработала, и все-таки ридни. Ну, это зимой или летом Карпаты? Да, ну, летом сложнее, потому что летом с поездами проблематично, а автобусы я туда вообще принципиально не гоняю. Дороги, я боюсь. Именно там по Карпатам? Нет, вот, знаешь, начиная просто выезжать из Николаевской области, можно колеса прямо здесь оставить. Ну, и это долго. Ага, это я еще вот разговаривала с одесским водителем с одним, окей, у него там огромный, вот, ты знаешь, там огромный, я не помню, там, неоплан, по-моему, автобус, 50 мест. То есть он устойчивый, он комфортный, там можно развалиться, разложиться. А прикинь, с принтером в Карпаты. А вот 50 человек я вести не хочу, это много всех. У меня так не хватит на всех, это много. Мне нравится работать с небольшими компаниями, там, 8 человек, 10, 12, 15, и все, хватит. А ты подбираешь себе людей, как, ну, как у тебя... Они сами подбираются. Ну, как у тебя, вот, собирать тусовку, например, которые, ну, они же с тобой каких-то одних взглядов, да, или разных? В основном, да. Как-то так, народ. У меня, получается, знаешь, как мне девочка одна сказала, говорит, ты звучишь. Вот ты как транслируешь себя в социальных сетях, такой ты являешься на самом деле. Поэтому сюрпризов не возникает. То есть, в принципе, я, говорит, за тобой наблюдаю, я понимаю, что похожи мы в чем-то или не похожи. Будет мне с тобой комфортно или у нас совершенно, ну, мы в разных направлениях смотрим и идем. То есть, это моя история вообще там про покорение вершин или все-таки я лучше дома за компиком посижу? Вот так. То есть, они как-то сами присоединяются, смотрят и потом такие... Одна девушка у меня, помню, написала, говорит, я за вами вот два года наблюдаю. Она говорит, я еще пока не могу решиться. Я вот все еще не поняла, хочу ли я действительно. Говорит, вот вроде и хочется, а вроде я понимаю, что... А вдруг мне будет сложно? Я говорю, вам будет сложно. Ну, вам по-любому будет сложно. А еще погода шесть раз поменяется за полчаса. И представляете, вот вы вышли, прекрасная солнечная погода из дома. И подумали, вау, класс, такой будет целый день. Не будет. Там да. Не будет. А когда мы там 500 метров поднимемся вверх, там вообще ветром накроет таким сильным, что ты станешь просто... Ай-ой, что-то совсем не та курточка. Юля, почему вы мне не сказали, что? Ну, блин. Вот. Я говорю, будет сложно. Всегда всем предупреждаю. Ну, компания как? У тебя есть постоянные, наверное, жители с тобой всегда ездят, да? Так, хорошо. А новые, как часто появляются? Это уже регулярно. Каждую поездку? Да. А как ты к ним относишься? Ну, есть такое, что там, типа, блин, вдруг какой-то такой, не такой человек. Всегда так. Всегда так? Смотришь социальные сети человека, который записывался, да? Конечно. Раньше было проще, потому что был ВК. Вот до 17-го года, пока был ВК, было вообще идеально. Захожу в ВК, я смотрю, что он кидает на стену. Цитатки, ага, понятно, какие цитатки там. Если там, брат брату, там, что-то, они не наши вообще. Facebook, нет? Музыка. Еще, вот, в Facebook, я же нет музыки, насколько я помню. В ВК еще было очень понятно, что ты заходишь, сразу смотришь, какие у человека вкусы. А какие видео он к себе добавляет, что он смотрит. Если он смотрит, там, квартал 95, я так, ну, понятно. Тоже трошки. Ну, возможно, там, как бы, он найдет единомышленника в группе, но, может быть, мы не сойдемся. Поэтому, вот так. Я все-таки стараюсь, чтобы всем было ок. Но я не могу предугадать, кто с кем поедет. Еще же бывает так, что люди записываются. Допустим, вот я там мониторю соцсеть. Вот там девочки. Я говорю, привет. Такая девочка. Она говорит, а я буду с мужем. Ну, кей-нибудь вопрос. А кто этот муж? А в душе они? Неизвестно. Как он будет себя вести, да? У меня крайне редко кто-то приходит такой, вот, с кем нам совсем не о чем. Ну, бывали. Ну, конечно. Ну, а бывали такие, что прям вот, какой-то проблемный, да, и разруливать. Был один мужик. Это моя история, любимая, я рассказываю, ну, в кавычках, любимая, я часто рассказываю туристам, типа, как делать не надо. Вот у меня в группе прекрасная, просто прекрасная женщина. Знаешь, вот про таких женщин говорят, вот, за запястье ее держать, целовать, вот, просто, ну, душечка. То есть, вот, девочка душа. А муж у нее просто оторви и выкинь. Вот у него настроение не задалось просто с самого дня отъезда. Вот как-то он себя накрутил, что ему это не надо все. Что это твоя идея, это дурацкая идея. А зачем мы туда едем, там, я не помню, это было в майские праздники. По-моему, это были майские, я уже не помню, или осень. Ну, в общем, что-то какие-то были праздники. Он такой, да там холодно, там будут дожди. Вот зачем мы туда едем, что ты себе придумал? Ну, короче, и он ее пилил с самого Николаева, или из Одессы, я уже не помню. И вот до самого возвращения. И вот мы как приехали, он такой, а автобус не такой, я думала, автобус будет другой. А почему у нас такой автобус? Я так, ну, извините, не построили еще тут, ну, такой автобус, который вот. А я же все на, хи-хи, ха-ха. Приезжаем, он. А вот у меня, а у все номера такие, или только мне такой попался? Я думала, какой тебе попался. У нас тут нормальные номера, что тебе не нравится? Он такая, а вот у меня окно там на северо-запад, а я хотела на северо-востоке. Что? Ничего не. Такой, у меня в номере нет телевизора. Я говорю, так его ни у кого нет. Это специальный такой дом. Знаешь, вот он построен по принципу, типа, везде есть окна, которые выходят на горы и на лес. И чтобы ты мог со всех сторон просто наблюдать эту красоту и вот слушать, там, слушать. У нас река прям течет вот недалеко от дома. Ты можешь слушать реку, можешь слушать лес. Ты можешь смотреть рассветы и закаты наблюдать. Ну, то есть место прям максимально приятное. Я говорю, тут нет телевизора именно для вашего душевного равновесия, чтобы вы не отвлекались от созидания прекрасного. Нет, я хочу телевизор, у меня там футбол. Как-то я организовала фото-тур. Довольно такое популярное направление в туризме, когда и новички в фотографии, и уже фотографы, ну, такие, знаешь, довольно там с опытом, едут в такие вот сказочные места в горах. Кто-то со своими моделями, кто-то там, ну, нанимают, там, привозят. А кто-то просто, там, птичек пофоткать, грибочки, ягодки. В общем, я тогда организовывала, помню, прям мастер-класс. То есть я пригласила человека, осведомлённого в этом всём деле. И, а, ну, это был мой муж. Вот, и Сашка же поехал тогда с группы. И вот, можете себе представить, я не помню, сколько их там было человек, но все ребята с техникой. Там и вспышки, и камеры, и всё-таки надо заряжать дело. И пронёсся какой-то ураган. Там поломало деревья, провода, всё вот так вот положилось. И как бы... Света нет. И света нет три дня. А тур идёт, а фоткать надо. И я помню, у меня владелец этой садьбы, буквально недавно мы с ним разговаривали, он говорит, Юлька, я поражаюсь Сашкиной выдержке, потому что я там к нему бегу. Саша, сейчас, я там что-то, генератор. А-а-а, там паника, паника, потому что, говорит, была бы здесь Юля, она бы меня уже четвертовала бы. Так, быстро мне там давайте то-то, сё-то, у нас же тут же процесс. Он говорит, а Саша стоит такой, курит спокойно. Говорит, да ничего, нормально, у вас дрова есть. Говорит, давай нам это огня, чтобы светло. А-а-а, мы там Глентвейна себе сварим. Всё нормально, всё спокойно. Вот, ну ничего, ну они отфоткали там первые пару дней вроде, остальные дни просто чилили. Ну тоже нормально. Да. Конкуренция. Обожаю. Ну просто, если вот по Николаеву идёшь, через каждый там, да, квартал турфирма, вот, как ты вообще? Знаешь, совершенно разные направления с ними. И я прям буду искренне рада, если появится в Николаеве достойный конкурент, потому что благодаря этим ребятам можно делать лучше. Можно учиться и, ну вот прям, там смотришь, он делает круто, ты такой, блин, надо сделать ещё круче. Угу. Но есть же в Николаеве конкуренты. Есть. Ну не дружу с ним. Не дружишь? Не дружу. Ну и там личные моменты. То есть есть такое, что кто-то у кого-то что-то подрезали, да? Нет, нет. Программы нет? Нет. В этом плане как-то очень спокойно, там, в плане бизнеса, то есть ребята делают крутые продукты, я за них искренне рада. Но мы не общаемся, вот, ну там, в силу личных обстоятельств. Вот. Я не могу сказать, что они какие-то там плохие организаторы, нет, они вообще очень крутые организаторы. Но я за ними больше не слежу. Ага. Вот так. Вот еще хочу спросить, в Карпатах ты говоришь, у нас там, у нас там. Ты все время в одно и то же место ездишь? Ну, в основном, да. Но просто есть какое-то место, где вы располагаете, живете, оттуда вы уже ходите, да? Да, оттуда мы катаемся уже везде, кто только может. Человек один и тот же, как бы, с тобой ездит, он живет в своем любимом домике, он ездит в разные места. Да. Да, не один и тот же у вас, не одна программа. Я спрашивала, вот, там, у меня парень был, ну, вот, в команде, который восемь раз был в этом месте, в этом домике. И уже так, знаешь, ну, меня так спрашивают, Юля, может, ты ему нравишься? Я говорю, ну, я бы, наверное, это поняла, он бы какие-то знаки там, внимание проявлял. А так, говорю, он ко мне холоден совершенно, но он воодушевлен и вдохновлен вот местностью. Место, куда я езжу, оно воистину сказочное. Там панорама 360 градусов вокруг горы. Получается, дом стоит под скалой напротив река. И вот ты с домика вышел, ты в лесу. Ты, как, под горой, там, прошелся. Я часто в сторис пилю, как я, там, к калиточке прохожу, потом ухожу с калиточками, там поле такое. Справа лес, слева горы. Смотрите, как шо, нет коровки. Люблю это место очень. Ну, с хозяевами так мы сдружились очень круто. И вот регион, это верховина. Верховина Криворовня. Вот два села, с которыми я так прям плотно пять лет работаю. Вот. Оттуда зимой мы катаемся на Дорогобрат, на лыжи, плюшки, сапки, сноуборд. Скоро поедете опять? Ну, я вот 28-го уезжаю. Как повлиял карантин вообще на твою тушу? Сильно повлиял. Сильно? Вообще отвлекли. Того желания? Не желание было расстаться. Что-то там расстаться, бросить, что-то другого нет? Нет, такого желания было. Просто было понимание того, что, ну, будем, значит, вот так вот пережидать. Вот от безделья, конечно, просто чердак ехал. Может, продумывала какие-то поездки пока? А мне было грустно больше. Знаешь, у меня вот эта вот лень на фоне безделья и грусть, тоска, печаль. То есть я человек вообще не депрессивный, вообще как бы не про пострадать, но меня накрыло сильно. Я помню, мы даже к психологу сходили вот так разок, чтобы, ну, как-то легче стало выдохнуть. Муж часто с тобой ездит? Нет. Нет? А отпускает легко? Да. Вообще без проблем. А чем он здесь занимается в покатении? Ну, он занимается своим бизнесом. Вот кота воспитывает. Ну, вы нормальные как бы. Вообще нормально. Когда-то, я помню, меня задолбали этим вопросом, типа, что, как муж реагирует, как муж реагирует. Я его спросила, говорю, Саня, как ты реагируешь? А то как-то вот со всеми общаешься, а у тебя так и не спросила. Он говорит, была история, там, сидим с мужиками, пьем пиво. И кто-то там из друзей вот спрашивает, Саша, а как же вот, ну, жена, сама, Саша, куча людей. Ты ее вот так легко отпускаешь. Он говорит, ребят, ну, как минимум у нас снят вопрос. Дорогой, свози меня куда-нибудь. И они такие, м-м-м, да, понимаем, да. Когда она постоянно предельная, она постоянно занята, она там креативит, что-то придумывает, вот думает, там, делает о себя, вот, важный вид там делает вещи, там, алло, алло, Саша, Саша, стоять туда, повсегда. Фу. Спокойно относится. Да он рад, на самом деле, что у него есть свободное время. Он же в медитациях много времени проводит. Ему хорошо. Ему классно. Он обрел вот душевное равновесие, внутреннюю гармонию. Нашел в себе. И ему прям вообще замечательно. Он говорит, еще кота с собой периодически можешь забрать. Я так, ну, если б могла. А так, нет, спасибо, этот мерзотник твой. Ты сама ездишь в какие-нибудь путешествия, организованные не тобой? Блин, я очень хочу поехать так. Иногда у меня прям вот возникает адское желание, а возьмите меня кто-нибудь с собой, но меня не берут. То есть вообще, ну, не путешествуешь без работы? Нет, потому что у меня нет на это времени, как правило, вот прям поехать с какой-то группой, например, не как организатор. Это же время надо. Я не говорю про однодневные поездки, потому что зачем, если я постоянно провожу время в этих однодневных поездках по работе сама. А вот так, чтобы на недельку, я думаю, блин, как было бы круто, вот мою бы жопку свозили в те же Карпаты. Вот прикинь, чтобы я не парилась, типа вообще там придут люди на завтрак или не придут. И вот во сколько там автобус подъедет, или если он не приехал, то просто там постою, подожду. И чтобы не я об этом переживала, вот что, где, как, почему, когда, а кто-то. А я просто вот каталась бы, смотрела, чего. Вот. Но я устаю от своих групп периодически, потому что много людей, много эмоций, много впечатлений. Да, у нас даже со всеми это... И вот думаю, блин, есть ли у меня прям время на то, чтобы так поехать. Но я катаюсь, каждое лето мы обязательно с мужем вырываемся, вот на недельку, дней на 10. То есть сами без группы? Без группы. Сами себя организовываешь? Сами себя, да. Ну и, как правило, если так лениво все получается, типа... На машине? Да, на машине. Не боишься тут на машине ехать? С мужем не боюсь. А с каким-то шофером, который... А с каким-то шофером боюсь. Понятно. А вот мало ли, понимаешь, они же все вот такие, типа, без этих, без ремней безопасности могут. Да я 20 лет за рулем. Ну, дружище, а тот, кто нам навстречу, может выехать, вот три дня будет за рулем, допустим, или вообще папа дал погонять машину. А когда вы ездите с мужем в поездке, насколько важен тебе вообще комфорт? Насколько это придирчиво, там, к месту, проживание, отелям, всем вот этим вот? Я не то чтобы придирчива, но, конечно, мне хочется нормальных условий. Я не фанат палаточного отдыха. Я там раз в году устраиваю себе такой, знаешь, вот, как это называется, экспромт. Действительно, раз в году выбираемся с палаткой для того, чтобы напомнить себе о том, что надо ценить те блага, которые у тебя есть. То есть, когда я просыпаюсь утром, а спала я на бутылке Моршинской, и вот у меня лицо в смятку, там меня вкусил в павук. Я раздула полщеки. Я такая, о, рассвет, и там чайка еще сырнула. Класс! Воняешь костром, волосы такие, знаешь, на копить колызала там три дня. Кайф, да, все тело ломит, болит на коврике, там на сырой земле спал. Хорошо. Не нравится тебе такая? Нет. А куда вы езжаете, если с палаткой? Я могу это так разок потерпеть. Здесь? На косу на Кенбруцкую. Мы были на Телегурской лимане вот в прошлом году. Прям прикольно было. Воняло. Лиман так цвел нам. Но ничего, но прикольно было. А так, конечно, ну как комфортно. Вот мы, например, в прошлом году летом мы нашли домичек просто сказочный. В Дземброне на горе и в радиусе там, ну, нескольких километров. Ну, просто, скажем так, в поле зрения нет ни одного жилого дома. То есть ты вот выходишь, так, знаешь, я кинул взглядом. И у тебя только природа. Вот мы на горе, и у нас такой вот там склон, и мы видим вот этот вот, как он там, реверс называется. Как горы переходят друг в друга. И сказочная панорама Черногорского хребта. Ну, я назвала наше место обитания, это будкотель. Потому что это фактически просто будка из говно и палок сколоченная. Туда мужик свез старую мебель. То есть это какой-то старенький диванчик. Но матрас нормально зато кинул. Вот, и печка была на дровах. Делечек, который, в принципе, нам роли никакой не сыграл. Был бойлер. Вот это было прям круто. Я помню, мы приезжаем, мы же фотки, ну, как бы он нам скинул фотки, как риэлторы фоткают. Ничего не понятно. Типа, это унитаз, окей. Типа, окей, спасибо, круто, мы все поняли. Вот, и мы приезжаем, и я же такая, кстати, забыла про этот унитаз. Я говорю, паны Петро, а тут где-то есть ручей у вас или водоем какой-то. Ну, чтобы же вот воды набрать, там, умываться, там, еду готовить. Он так на меня смотрит. Говорит, для вас это принципиально, чтобы из ручья? Из живого ручья. Я, нет, ну, как-то ж, в общем, надо бы, ну, с водой решить вопрос, а то с огнем-то как-то порешаем. Я там реально себе напридумывала, что это просто будет, вот, граж, да, такая, знаешь, без окон, без дверей. И она такая говорит, так, вот тут у нас бойлер, тут горячая вода, холодная. Вот это, мама, я в раю. Было круто. Вот, ну, короче, да, каждый год сможем, обязательно вырываемся, раз, два. Вырываетесь за границу или здесь, по Украине, больше? Фух, такой интересный вопрос. Всегда старались за границу, но когда мы нашли вот это место в Дзумброне, вот теперь вообще мысли все там. То есть, ну... Хочется вернуться туда прям сильно-сильно. И, ну, это же деньги все, опять же, это все бюджет. И сказать, чтобы прям, ну, типа, сильно дешево отдыхать получилось, ну, нет, как бы, нормально получилось. То есть, ну, как бы, на пару дней за границу съездить. Вот, ну, мы там, ладно, мы шесть дней прожили в Карпатах, а так мы бы, ну, на три дня съездили. Ну, кто едет на три дня за границу? Не будет себе врот. Вот. Хочется побывать во всем мире. Везде хочется побывать. И понимаю, что жизнь еще не заканчивается, поэтому такая возможность будет. По Украине много где ездила? Ну, я была... Без туров, а сама вообще? Ну, ну, как? Ну, да, наверное. Ну, наверное, больше, больше дачи мне. Какое самое любимое место? Все Карпаты? Вообще, да. Ну, я как-то вот человек природы. Я такой, я хипарь. Мамкин. Я училась во Львове. Получала там специалиста по журналистике. Да. Вот. Год. Я туда каталась, получается, пару раз в месяц на лекции, на сессию. На заочке училась. И вот я помню свои впечатления, там, когда я возвращалась первый раз со Львова домой. Я там папе звоню. Папа, какой крутой город, я хочу здесь жить. Папа такой, ну, ну, типа, оставайся. Ну, у меня же там муж, у меня же там, это он такой, ну, забирай его. И я так, ммм. Я так это поездила, поездила, но привыкла. А оно уже как первое впечатление. Ты приезжаешь, ты видишь центр. Исторически. Вот эти все развлечения. То есть вылизанную брусчатку, да, там, те уборщики, которые не спят днем и ночью. Все это приводит в порядок. А потом уже, когда, ну, ты весь центр посетил, ты уже все там понял, ты начинаешь выбираться чуть подальше. Там, в разные районы, типа Сыхев, Болотон, там. Вот. И ты такой смотришь, а что я в Николаеве делаю? Куда ни поедь, ты везде в Николаеве у нас в Украине. У нас, в принципе, все тут советская, постсоветская застройка. И ментальность людей плюс-минус везде одинаковая. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть какой-то другой любимый город, кроме Николаева. Я себя везде с собой вожу, поэтому, где бы я ни находилась, у меня... То есть уехать из Николаева тебе не хотелось бы? Да я не могу сказать, что прям я горюжила. Уехать? Да, я хочу, вот можно мне горы сюда перевезти, там, море сюда, вот, и я остаюсь. Немаловероятно, что в будущем, в каком-то даже обозримом будущем, я свалю. В те же Карпаты. Вот. А может быть и не в столь обозримом. Потому что есть уже наметки, как развиваться чуть-чуть, ну, вот в этой же степени, да, в туризме. Но только уже не так активно. Ну, допустим, там, не возить группы, не кататься, потому что это же все-таки ресурс внутренний. Расходуется на это огромный. И тут год за два такой. Вот. И мы прям подумали, а почему бы нам не поставить такой красивый эстетичный домик где-то вот в супер максимально пейзажном месте и его там во всех социальных сетях, сделать ему аккаунт и приглашать вот народ прям на супер классное место. Потому что если это прям сделать очень хорошо, это можно еще и очень красиво и дорого продавать. И жить там? Ну, жить где-то желательно рядом. Есть пример, ну, будет интересно, я скину, просто есть пример реального бизнеса, который прям классно работает. Ты смотришь и думаешь, слушай, ну, если человек это, ну, делает, это возможно. Причем сутки проживания в этом домике стоят сто, там, десять долларов, к примеру, а домика там девять квадратных метров. Но место, в котором он находится, стоит миллион. Какое у тебя самое, наверное, место мечты, куда бы ты хотела поехать, о чем ты мечтаешь? А их так много. О, это прям то, по-моему. Нет. Да я как-то, помню, загонялась, типа, блин, я так хочу там на Эверест, на Эверест. Какой Эверест, Юля? Да нет. Никаких Эверестов. Где-нибудь там, конечно, погулять, вот, у подножья, не вопрос. А прямо вот это вот перец, и там переступая трупов, нет, нет, нет. Да, история. Ты же говоришь, я не люблю на износ. или там вот хочу на вулкан там на какой-то супер вулкан потом думаю ну ты уверена что ты прям хочешь не очень в аргентину хочу вообще мне так нравится весь этот дух танго и винишко и и вот люди все таки ах в испанию ты знаешь что такие больше вот реальные мечты то есть они каких там прям там самолетов там прыгать там распыляли в общем штуки не хочу ты активно ведешь социальные сети инстаграм ты это делаешь потому что ты блогер или ты это делаешь потому что надо продвигать свой бизнес потому что надо продвигать туризм то есть если бы ты не занималась туризмом ты я бы бложила но я бы тогда зарабатывала на рекламе ну вот так конечно но так ты в инстаграме появилась все таки больше но знаешь интересно получилось что я в инстаграме зарегалась по-моему в пятнадцатом году и я регистрировала там сразу свой паблик именно под проект под турдом вот и прошло несколько лет я так ну наблюдаю за народом что кто как себя в инстаграме ведет а я вообще дупля не отбиваю как оно там все происходит я просто кидаю какие-то картинки мемчики не 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 я тогда прям фотки там свои загружала ну с поездок лайкали что комментировали но я ничего не писал у меня первые посты в турдоме они вообще без подписи были вот но я же смотрю как другие делают я так опа а там какая-то знакомая начала рекламу давать я спрошу тебе платят за это на готово прикольно там смотрю тому папа это работает уже это работает по я чем все хуже и в семнадцатом году я так подумаю решила давай-ка я тоже хочу монетизировать свои возможно знания возможно свой потенциал свои наработки там по по путешествиям истории у меня всех накопилось то за годы работы я создаю абсолютно коммерческий аккаунт это фея трудома с тем что я его хочу монетизировать это не секрет я об этом говорю всегда всем там при при встрече а что тут такого разве можно прицел человека за то что он хочет зарабатывать как его можно в этом обвинять это нормально ну вот создала фею и такая ну и где где заказы а где деньги а что-то как-то прям в очереди никто не стоит мне платить и я так ладно а как это работает вообще все и тут я начинала углубляться в изучении смм и разбираться а как работает instagram и у меня ушло три года на то чтобы понять все эти плюшки фишки там приемы лайфхаки а с кем надо общаться а как а кого надо упоминать там а вот в общем чё куда как и только вот через три года у меня начали заказывать какую-то первую рекламу и то я очень избирательно к этому вопросу отношусь ну и сказать что там на этом прям сильно супер зарабатывается конечно нет и тут уже тоже сидишь такое думаешь так блин юль твоя цель нахождение в инстаграме это реклама или это сбор группы и я себе напоминаю об этом постоянно не 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 зацикливайся типа ты это не основное потом я так увлеклась вообще свои своим аккаунтом своим блогом что прям такая слушай так это круто можно просто себя транслировать можно просто себя показывать и как это называется правильно самореализация вот у меня происходит такая постоянная самореализация в моем блоге и я кайфую то есть не напрягает он тебя не ну ты не чувствуешь себя там заложенной кому инстаграма что тебе каждый день надо что-то туда наговорить нет и я просто настолько адекватно со своими подписчиками общаюсь что типа ребятки я не робот я не ну как бы я вам ничего не должна ок это все постольку поскольку мне так хочется мне так надо все вот эти там подколы со стороны стори свои запиши там еще окей запишу но это по настроению делаешь или все равно у тебя есть какой-то маячок что надо что-то писать потому что ну все равно алгоритм правильно если ты не активен какое-то время то значит что-то с тобой не так я просто всегда что-то происходит мне всегда есть о чем рассказать как правило но я также могу дня на три уйти там в семью в какие-то свои заботы вот и там постить кота все-таки какой кот но все равно после что-то прикольца не ну прям так чтобы я пропала совсем из вида то нет там два-три поста в неделю и там хотя бы там одна сториз в день мог родители друзья как относятся к блогерству недавно рассказал да у меня опыт на такой печаль был но подначало конечно никто не мог понять а зачем это все надо как это ты показываешь вообще ты зачем вообще вот так ты зачем все такое рассказывать я говорю что такое а а а вот зачем ты нас снимаешь я крем могу во сне снимать а зачем ты наш стол снимаешь а что всем надо знать что мы едим я говорю ну такие красивые там ножки какие-то там ну грех зашли не по это не похвастаться там папа говорю давай там виноград твой поснимай ай отстань ай отстань там типа он некрасивый я говорю да он классно зачем ты это снимаешь вот ну муж тоже там негативно реагировал какое-то время потому что как он мне потом объяснил он говорит но я ревную ты просто свое время уделяешь получается там другим людям ну и одно дело мол если это работа с с группой там с туристами ну представь что то же самое такая большая группа такой ну как то вот пока вот сложно не привыкла общество к тому что ты можешь себя вот так распространять и и и и в жизни и в интернете но все равно это что ты как он как будто ты в к себе в квартиру позвала кучу людей и они все время сидят и смотрят что вы делаете нет такого ощущения может быть у мужа как раз такое знаешь что что возможно то что но как бы получается что не сказать твое укромное местечко становится я я объясню какая штука я проработала многие моменты внутри себя вот вот с этим связаны и я вообще ни о ком кроме себя никому ничего не рассказать ну ты же говоришь там снимаешь что это куда это было это вот было как раз то на чем я училась что мне так это не надо там это не ноги не вы просто не надо не надо вот я поняла что я буду рискать только себе только о своих вообще плюшках что со мной происходит потом мне все на плели вот я себе столько всего рассказывать да но у меня такая лояльная аудитория но я их так люблю но твоя аудитория в принципе они с тобой есть даже те кто тебя смотрят только только теперь за раз поеду я все как она вот реально он смотрит он понимаю что ага будет вот так вот они туда поехали вот такой вот у них автобус а вот так вот в поезде у нас в срато все происходит а ладно ладно понятно так а там юлька ржет а там вот юлька там что что-то там ерепенятся что-то злиться а то есть и так может да но ок вот и я поняла что я с помощью блога могу как раз таки всем максимально о себе рассказать показать и вот всех привлечь пожалуйста пожалуйста проходите дамы господа там наш поезд отправляется за все еще интересно про инстаграм и про реальную жизнь это вот смотрите люди обычно да ну туристы к примеру вот они подписаны на блогеров на часто иностранных блогеров и вот они смотрят картинки как какая-то там путешественница находится на вершине горы в красивом разлетающимся платье вся такая там румяная отдохнувшая фоткается ли там вот в прыжке как люди фотографируются вот и они пишут мне потом эти туристы кетюль а мы хотим вот точно точно так же вот пофоткаться вы же в горы едете вот мы с вами в горы хотим пофоткаться я так ну ок да круто давайте но мы идем говорю в походы такие-то 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 да 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 нам подходит да супер круто и вот мы поднимаемся там на какую-то гору фоткаться ну подожди а как же а как они это делают в платье посмотри на меня я вся опухла у меня отек у меня там колени трусятся агит руки трусятся какие позы какие пози какие платья это сдохнуть хочу как это все происходит я такая у ребята как вам объяснить что фотосессия в горах и тот же трекинг это вообще вот 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 в разные стороны не гатну блин ну мы тоже вот как тебя видели там фотки как ты такая радостная там подпрыгиваешь год откуда столько энергии курином и специально ходили фоткаться то есть мы не там залазили на 1863 метра гора красиво шпицы не были как слостили на колец вот такие пейзажи вообще фантастические вот такие вот дела в инстаграме часто брешут часто часто брешут что типа это так легко это нелегко николаев твои любимые места в николаеве лагерное поле люблю лагерное прям очень комфортно мне там вообще конечно там очень забавно летом отдыхать когда вечером у меня есть в инстаграме пару прям на штуки максимальный инстакартинок это супер покрывала наши там ножки загорелая винишко там когда но я не 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 багет и не у тебя вот но но ну чё-то в общем такое всякое вот мимимишная там закат вот а за кадром мужики закладки ищут рискают в кустах вот это именно николай но при этом они к нам максимально безобидны мы к ним мы делим с ними территорию вот просто соседствуешь то есть вот вот николая но я же говорю поскольку все безобидные никого не трогают вот рыбач там мне раньше нравилось пока на меня змея не напала да где еще лива нефти мне нравится но там сложно гулять потому что там тоже много такого знаешь низко социального элемента отдыхает и они оставляют свои предметы жизнедеятельности там шприцы и всякие грязновато да я же вот в прошлом году ну да карантин я не помню чтобы в март или апрель муж я не могу сидеть дома уже все уже такая дома надо что-то сделать а еще желательно что-то полезное потому что вот это ощущение бесполезности она просто съедала изнутри ну типа я просто знаешь там хожу носки протираю по дому и что толку с меня вообще толку с моего бытия и я помню пошла такая взяла несколько мусорных пакетов штук десять и на на ливаневцев хоп-хоп и за пару часиков я убрала пляж да и я в инстаграме уже под конец когда я уже совсем запыхалась я помню публиковал пару stories о том что ребят типа если кто-то может живет рядышком придите пожалуйста помогите мне вынести эти мешки потому что но я уже вообще никакую не какашка было пришли две женщины ну женщина девочка и таки юльчик мы вот увидели мы 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 там спешим к тебе чип и дейл спешат на помощь и мы с ними я не помню сколько там пять четыре пять мешков мы с ними эти огромные 160 литровые мешки повыносили вот и через пару дней я была на ливаневцев опять сюда как они это делают как вы это делаете где еще например так николаеве ташкентский лес ну не так что в городе но короче лес речки речки лес а экскурсии по городу я право я лично не 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 я могу даже запутаться в цифрах там в датах меня понесет у меня кто-то будет жить два века подряд я что-то перепутаю там наброшу строй короба случайно я лучше так я по легендам каким-то по байкам а прям исторические события ну не возьму на себе такую ответственность а если гости приезжают к тебе у николаев ты куда их ведешь на лагерное или все-таки город показываешь заведением может какой-то но если это прям гости которые хотят прям экскурсию пока да я знаю куда вы живу в этот дикий сад вот туда как на польшу мы это называли возле ну за педы ну откуда видно на мост на на морске вот красиво вечером а так по центру шаримся пока пока какие-то быть с улицы мне раньше нравилось очень патрик потому что опять же на речке и фонарики там этих мостик вот красиво вот я так не вспомню но так чего-то работает прикольно девочка вот недавно приезжал ко мне из киева на море и увозила и вопрос очень острый стал а где позавтракать 8 утра в николаеве я так но народ не накидал там мне кажется вариантов 15 есть вообще где в центре позавтрак прикинь такого надо список делать срочно это интересно на в зизу пошла гацаны киевские порции маленькие но обслуживание прям угрозит кем мечтала быть в детстве джеки чаном майклом джексоном индиана джонсон то есть фильмы сильно но мы мало были мы не раз кабельного не было нас были у нас видик был вот а падя прям любил там к кассеты кассеты коллекционер ну прям там набирал там помню они приносили с другом магнитофон ставили на магнитофон короче спаривали магнитофоны и тут знаешь там переписывали кассеты не знаю как это работало было забавно наблюдать ему там с братом пару часов просто сидели ждали когда она там запишется потому что папа новый фильм принес и вот да я выросла на вот этих всех индиана джонсах там кайбок ковбой мальборо кто еще мумия помнишь конец 90-х вроде приключения тарзан там вот эти все персонажи там геркулес геракл ксена принцесса воин здесь это мечтала быть каким-нибудь каким-нибудь персонажем каким-нибудь героем с которым постоянно что-то приключалось и как там никто-то сказал как индиана джонс он же всегда разрушал какой-то храм и с кем-то целовался обязательно в каждой серии я такая в детстве да да я тоже хочу быть такой а до того как вот ты стала искать работу и попала в тур бизнес с кем-то работал а меня это под подосила знаешь потаскал я работала в рекламе я так я закончила универ ой забавно получилось нам в универе просто ничего не обещали вот так интересно происходит там на физмате я помню ребята вот вы там пойдете работать сразу туда-то там на этом на иньязи там вот вы там устроитесь переводчиками вы там тот и тот там список контор всем на нашем на филфаке на журналистике ребята ни на что не рассчитывайте это это типа никому не надо там и мы такие что почему но я образно но посыл был как-то так типа рассчитывайте только на себя и мы такие ну окей максимум что мне светило после окончания вот универа это пойти в редакцию к а меня б не взяли кири гудым ирина гудым это прям издательство настолько было там ну серьезно николаеве в подвале мэри я не знаю есть еще ну то они крутые ну они в смысле такие долгожители в николаеве вот но я бы не пошла наверное потому что там надо была усечивая работа то есть либо редактором сидеть это все вот исправлять ошибки либо ну кем ну резчиком бумагу на резаке резать ну такое вот я пыталась себя найти в газетах в местных но мне сказали что слога у меня какой-то слишком современный мол читатели газеты наш город вот они ну не такой формации как бы не не для них вот это вот все как мне сказали попробуйте себя в интернете а это был какой-то 2005 год нет какой 2009 год 9 10 9 год я такая эти ваши интернеты где там себя пробовать еще ничего не понятно там еще было вот меня взяли в рекламу так рекламное агентство как же его деменский знаешь вот и там я полгодика просидела ну надоело как-то что-то не то в будке сидела помню в супермаркете рекламку продала крифовую потом меня занесло адвокатскую контору ну кстати тоже паленая контора была как это туристично да прикинь вообще такой интересный вот как это называется весьма такой авантюрный путь вот адвокатская компания я была менеджером ну я настолько знаешь вот свою задачу там у меня задач было прям дофига там не было со всеми общаться там договора им приносить там все это я вот так чистосердечно все выполняла что от меня требуется я до конца не знала что что это все не работает вот потом меня в банк занесло по знакомству меня взяли в банк я там 4 месяца пробыла и я не смогла ну во первых это математика а мы не дружим а во вторых это очень много начальников на квадратный метр и все бабы и такие злые я знаю ты не любишь там мужик баба вот это вот все ну как нарицательно но там по-другому не скажешь они все были злые но они все давлели очень там каждая пыталась на тебя накидать сто пятьсот обязанностей приход другая а год не это делать не надо дело то что я сказал там приход 3 тыка что-то делаешь вообще вот что надо делать такой один менеджер три директора и сидишь ага я пришла главному директору грех все типа между нами все кончено я вас больше не люблю увольняйте меня ничего мне надо выплачивать за две недели просто отпустите меня я больше с вами не хочу а он такой окей уходи ага и вот как-то я так сразу попала получается в туристическую прикольно расскажи какой-нибудь самый смешной наверное забавный случай с твоих поездок который у тебя прямо сейчас приходит а я такой не расскажу ой ну прям смешной смешной слушают ну давай вообще вот возьмем ну последние мои шрамы вот это правда такие наши истории а я не знаю ну прям прям смешные случаи у меня какие-то такие все случаи очень опять же пусть не очень смешной но какой-то интересный прикольно захватывающий да ну как мы от волка убегали рассказывать мне смешная ситуация страшная но в тот момент было страшно потом было смешно а мы с друзьями приехали ко мне друзья в Карпаты у меня как раз был коридор 4 дня между группами я думаю о буду чилить эти 4 дня такая там просто с природкой побуду наедине ага и тут же приезжают мои друзья с Николаем таки оаа давай поди нас везде короче а мы тебя пофоткаем я так это хорошая хорошая идея ладно я не так и устала пойдем и я их свозила о да я их свозила значит на полуныну одну на буковьен ну полунынское хозяйство там где идет лысая гора где растутся овечки, коровки, кошечки потом там же делается сыр и продается это все на рынках на местах вот я их свозила на эту полуныну и они такие а как-то сильно мы легко сходили а давай еще куда-нибудь пойдем я говорю ну тут дальше можно еще там на одну гору выйти ну через лес надо идти о классно грибов там пособираем ну давайте окей и вот мы такие пошли 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 что-то погуляли погуляли начало уже прохладно становиться мы возвращаемся смотрим конюхи идут идут со стременами я говорю а вы тут коней наших не видели? а мы так дау а что? а они вот на местном диалекте ну я-то их понимаю друзья такие жестко, жестко я говорю он сказал что пропали кони значит ходят два волка не очень понятно почему два вот никто не знает что случилось то есть видимо либо отбились ну либо они изгои ну как там в стаях у них происходит там кто-то с кем-то сцепился видно проиграл его выгнали а второй ну прибился что-то друг его парень его не знаю поддержать ну тоже наверное какой-то коленький вот и ходят эти два волка они злые они голодные и вот они забили лошаденка короче сожрали лошаденка одного и они знают что есть второй и там как-то вот этот мужик мне так это все там реально в одно предложение он уместил что психология волка такова если он знает что его жертва он наметила эту жертву если он знает что она жива он так это не оставит и они там всяко охотятся ну эти два волка на этого же ребенка вот и мужики говорят ну это мы коней оставили пастись хоп-хоп волк завыл и как бы кони разбежали как тыщим коней я так ага да 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 ну ты же пересказываем друзьям я смотрю а они меняются в лице мол какие волки тут где-то ходят волки и тут как заводят что-то а конюхи уже ушли а мы же фоткаемся и тут оно что-то как-то у-у-у там заводят все ааааа текай 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 на ноги и при этом мы гуглим как убежать от волка ха-ха-ха да и там такие споры у нас были так волки ж не лаят волки не а волки оказывается лаят еще как но вы волков не видели просто убегали мы его слышали ха-ха-ха но это мог быть не он бежали бегом у меня бегом бежали да убежали мы да мы спаслись а перед тем как мои друзья приехали у меня был прям как раз такой классный выходной и я решила сходить в гости к своей знакомой Любе которая живет на другой горе и у них там я в общем даже прописала поход к Любе в гости в туристический маршрут к себе потому что это так интересно они живут в старой хате граждан дом построен в 1925 году без единого гвоздя там со всякими разными этими выскобленными узорами знаешь такая вот прям старинная гуцульская старинные орнаменты это очень интересно и вот в этом доме живет ее отец по-моему там даже братья какие-то а она с мужем вот уже построили рядышком коттедж и они находятся блин эти фотку потом покажу вот так вот у них там две горы еще гора и они вот тут посидят они одни там вообще вокруг ближайшие соседи через 4 километра прикольно да вот и к ней можно прям там тропочками тропочками такими через лес через гору ну где-то час маршрут занимает ну вот так вот к ней дойти и я же думаю схожу-ка я к Любе а что у меня выходной сегодня отдохну как раз там баныша с ней покушаем вот там на еловых шишках выпьем хорошо же будет так раз договорюсь с ней на следующую экскурсию и вот я к ней первый раз шла сама то раньше с гидом всегда я всегда нанимаю гида всегда то есть я стараюсь не водить людей вообще в походы сама на длительные какие-то расстояния там знаешь таки дольше там 7-8 километров местного команда да да потому что они точно знают где там шо там как там ездят вдруг шо историю какую-нибудь могут рассказать по пути ну да вот ну и как бы хорошо когда мужчина есть прям в команде такой знаешь там моценный местный гуцу если шо и на ручках через речку перенесет моих девочек и вот ну как то так я же говорю как любят дойти сама дошла а обратно она мне говорит ну ты не иди той дорогой как дошла так иди вот так вот через лес через лес до камня дойдешь и под камнем тропиночка вот ты по ней и прямо 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 там за полчаса будешь дома я так отлично я дохожу к этому камню а нет никакой тропы под камнем а ее нет то есть я и с этой стороны и с этой стороны и че и как я поворачиваюсь а никакой тропы уже нет то есть как а вот так по которой ты шла и с этой стороны по которой ты шла и с этой стороны и с этой стороны и я так а шо такое типа а как то и я хрен его знает куда идти я как-то кружила 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 и кружила и я заблудилась я сбилась а я там еще грибы параллельно собирала и вот у меня тут торбочка с грибами значит у меня зажигалка с собой всегда есть но я при этом в легком комбезе и в футболке ну вот там в кроссовках и думаю так сейчас там ну предположим там три часа дня нет два часа дня стемнеет у нас ближе ну к пяти уже начнет так смеркаться то есть в лесу станет темно пытаюсь вернуться обратно к Любе а-а не получается уже думаю значит надо что делать просто будем спускаться с этой горы то есть я примерно так подозреваю что дорога в той стороне вот я могу выйти на дорогу а там дальше уже разберемся там или автостопну у кого-то или по дороге дойду ну там где дорога там и люди люди селятся возле дороги у меня такие мысли я так ну классно надо с дороги к этой выйти я вот спускаюсь к этой горы а там глухой лес причем лес старый лес вот поваленный много преград препятствий я такая ну блин Юля ты посмотрела все передачи про выживание с Биллсом ты знаешь как выжить в пустыне в верблюде понимаешь как переночевать и ты не выберешься из леса ну камон я реально пару часов бродила и я помню я вот как этот Рэмбо последняя кровь ты знаешь у меня уже исполосанное просто лицо ежевика у меня такие шрамы на ногах повстывали что у меня как Иисусу там знаешь резало просто со всех сторон и я вот уже спускаюсь и такая капец как что и тут я слышу ручей я вот вспомнила ну всегда всегда вернее я знала эту штуку всегда вспоминаю в таких случаях они бывают редко но бывают типа что нужно выйти к реке к ручью а ручей выведет к реке а река возле дороги потому что люди селятся возле воды я так бинго и я по этому ручью тоже фотка есть там напомнишь покажу я такая просто вода ледяная у меня все ноги вот это исполосованы оно печет я там то по щиколотке то по пояс просто ныряю в эту воду и знаешь и такая мысль посещает очень потрясающе вот за что моему мужу такая жена но ведь мог бы просто ну мог бы найти себе нормальную ну просто нормальную женщину которая бы там ему пирожки бы жарила там знаешь бы вот всяких консервацию бы дома делала спокойную а не вот это вот там выжить любое ценовое вот и получилось что мне звонят мои друзья как раз я уже где-то там на полпути по ручью по этому горному спускаюсь прям вот по его середине а у меня там 3% зарядки на телефоне еще плюс ко всему и мне Вера звонит говорит а ты где? я такая связь есть связь а связи нет я же это 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 я говорю Вера я вообще не знаю где я заблудилась я заблудилась но я выйду нет я то выйду я выживу в любом случае я себе реально уже придумала так что если вдруг я остаюсь ночевать ну вот здесь в горах то я себе выкопаю просто такую земляночку значит грибы у меня есть ну что пожрать костер разведу ну подмерзну потому что не одета вот надо быть умнее я думаю в следующий раз возьму свою ветровку в рюкзак по любому ну если что думаю листьями присыплюсь там ну короче как нибудь там этими ветками да согреюсь в общем знаю я как это делается и тут Вера мне звонит я такая аааа раздувляюсь да да они такие так и чё как тебя забрать где то мы за тобой приедем может на машине я такая она говорит давай в телеграмме у меня свою геолокацию Я говорю, так связи нет? Она такая, давай, там телега пропускает. Получилось. Реально лайфхак. Только хотел тебе сказать, думаю, блин, наверное, интернета нет, что в телеге можно локацию поставить. Я такая, о, я кидаю. Она смотрит, ржет, говорит, ты вообще посреди реки какой-то. Я говорю, неужели, я знаю. Она говорит, так, ну ты 20 минут, значит, от дороги, то есть плюс-минус, если ускоришься, через 20 минут будешь. Я говорю, ладно, давай, давай. Выхожу прямо возле церкви как раз. Я такая сижу, смотрю, под этими куполами тут подъезжают мои друзья. А я такая. Фотографируйте. И вот так вот я живу. Вот такая у меня жизнь. Вот такие вот приключения я себе совершенно нежданно, негаданно сама создаю. Не сиди со мной за подругой. А хотя сама думала, ну блин, у меня же был свободный день. Я же могла просто отоспаться, там, знаешь, вот, отлежаться, может, что-то почитать. Нет, надо к Любе в гости сходить. На соседнюю гору. Вот так вот. Прикольно. Что ты привозишь из Карпат? Чаечки. Чаечки. Чаечки привожу, мяско привожу, грибы привожу. Ну, мяско там в Яремче я познакомилась с ребятами. Они делают такой крафт, дичь, 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 дичь. И там из своих домашних животных, там, из свиньи, по-моему, из гуся. Колбаски такие прикольные, вкусненькие. Вот. Ну, дорого, но вкусно. Вообще, какая-то такое, типа, шкуры там, нет. Такое не привожу. Чтобы с тобой куда-то поехать, что для этого нужно сделать? Написать тебе? Нужно написать мне в директ. Просто изъявить желание о том, что, привет, мы там, такие-то, такие-то ребята. Рассказывать надо, какую музыку слушаешь. Да нет, надо немножко последить за мной, скорее. Просто посмотреть мои сторис, понять, что, а, вот я там, типа, могу поржать вот с этого, допустим, момента. А вот я вот так вот отношусь там к вопросу, там, религии, образования, еще чего-то. И если это никого не оскорбляет, как бы, you're welcome. Вот. Ездите на поезде там? В основном мы едем, ну как, я готова встретить в Коломы, к примеру, Ливано-Франковске, людей из любых городов. То есть можно приехать прямо вообще в Карпат. И вот оттуда и начнем. Просто написать мне, что есть такое желание присоединиться к группе, там, столько нас человек. Если это походы, то желательно написать, что какой опыт походы. Ну, я это все пишу программу. А вечером вы что делаете? Вечером мы палим костры, жарим зефир и рассказываем байки. Дикольно. Такие вардовские посиделки. Ну, далеко я не пускаю прям там ходить, бредить за домиком, потому что все-таки, ну как ни крути, чужая местность. Мало ли что, как горы ночи темные, горы ночи страшные. Конкурс. Что ты нам подаришь? Чай. Чай какой? Рассказывай. Ферментированный Иван, чай карпатский. Карпатский. И травяной Иван, чай не ферментированный. Мы все подарим одному человеку или двум? А что, давай одному. Одному. Да. Подарим человеку, который в комментариях расскажет какой-нибудь прикольный случай из своей поездки. Убегали ли вы от волков? Да, пускай коротенький, но какой-то интересный. Кто, ну, пишите комменты, кто расскажет прикольно, тот будет пить классный ферментированный карпатский свежий Иван чай. Лично привезу. На себе буду везти из Карпат. Домой. Победители. Да. А что я могу и привезти, и выпить даже чай? Ладно, ну, вы заберете у Любомира. Я расскажу про дом с лодкой. Да. Давай ты победишь. Как Саша, да, ты доскала? Кататься будешь просто весь день на той лодке. Все, спасибо большое за то, что навестила у нас. Пришла в гости, попила себе чай. Вам спасибо за приглашение, очень вкусное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...